Я думаю, что Кипр был в каком-то смысле финансовой пирамидой, потому что кипрские банки давали более высокие проценты вкладчикам, чем, например, немецкие банки или французские банки или английские банки. И хранить деньги там было выгодно. И туда шли деньги не только из России, туда шли деньги и из Германии, и из Англии, со всего мира. То есть в какой-то степени это была пирамида. С другой стороны, там удобно было прятать, например, коррупционные деньги, потому что там очень развита система так называемых трастов. Когда на какого-нибудь кипридиса записывается фирма, а на самом деле за этим кипридисом стоит какой-нибудь Сидоров или Иванов, который украл миллионы из бюджета и там хранит деньги. То есть там с одной стороны были высокие проценты, с другой стороны там было выгодно и удобно прятать наворованные деньги. И вот сейчас почему случился крах? Потому что кипрские банки проводили слишком рискованную политику. У них было очень много бумаг греческих. И когда эти греческие бумаги фактически обесценились, у них возникла огромная дыра. И в итоге получилось, что все вкладчики, которые там хранили деньги, они сейчас теряют эти деньги. Но по большому счету люди, которые туда переводили деньги, сами виноваты. Они должны были понимать, что бесплатный сыр и такие высокие проценты бывают только в башеловках и в пирамидах. И я думаю, что сейчас просто эти люди, которые там потеряли, они начнут искать другие места. Уже говорят про Голландию, уже говорят про Сингапур, уже говорят про Гонконг. То есть они будут просто искать другие места, где прятать эти деньги. Вторая сторона медали в том, что, а почему из России бегут деньги? Почему у нас в прошлом году ушло 60 миллиардов долларов из России? В позапрошлом году ушло 80 миллиардов долларов из России. Россия это страна, откуда бежит больше всего денег в мире. И это уже не проблема Кипра и не проблема других офшоров. Это проблема нашего внутреннего положения. Это то, о чем мы говорили про теневую экономику. Если люди не видят здесь гарантии защиты своих денег, гарантии защиты своих собственностей, своих компаний, своих сбережений, они будут эти деньги выводить. А второй уже вопрос, пойдут они на Кипр, в Голландию, на Виргинские острова. Пока здесь плохо, с защитой денег, с защитой собственности и прав человека, деньги будут продолжать бежать. Не на Кипр, так в другое место.